Учебно-воспитательный процесс Для обучения необходимо провести мониторинг и выяснить, какие технические средства имеются у ребенка дома и узнать, есть ли в семьях обучающихся необходимые гаджеты для обучения, а также подключение к сети интернет. Для этого необходимо связаться с каждой семьей и выяснить, что удобно и как удобно организовать учебный процесс для их ребенка. Когда проведен мониторинг, тогда мы можем говорить о реализации образования для каждого обучающегося. Удобно для обучающихся оставить тот ритм работы и тот темп работы, в котором они привыкли находиться в своей повседневной жизни. Поэтому предпочтительно, чтобы дети работали по тому расписанию, по которому они привыкли работать в школе. Итак, за основу мы взяли расписание, то, которое было, по которому ребята обучались с 1 сентября, и оно для них знакомо. Далее, рассылку заданий производит классный руководитель каждому ребенку, потому что он знает каждую семью, потому что он знает каждого ребенка, и потому что это удобно сделать ему на класс. Для того, чтобы рассылка состоялась для каждого обучающегося, ему, классному руководителю, каждое утро учителя-предметники предоставляют материал по своему учебному предмету. Для каждого класса заведена своя электронная почта, при помощи которой происходит обучение, происходит обратная связь. Классный руководитель присылает на почту для ребят необходимые задания по расписанию данного дня. Ребята, выполнив задание, также на эту почту отправляют результаты. Классный руководитель в конце рабочего дня делает рассылку учителям-предметникам на их личную почту. Учителя-предметники, в свою же очередь, просматривают работы обучающихся, анализируют их, выставляют отметку и отправляют классному руководителю. Если ребенок не имеет выхода в интернет или в семье по каким-либо причинам нет электронной почты, то тогда с ребенком связываются удобным для них способом. Это могут быть и звонки родителям по телефону, это могут быть аудиосообщения, это могут быть комментарии, записанные и отправленные ребенку. Итак, классный руководитель – это тот человек, который организовывает в течение дня всю работу обучения всех наших детей. Именно он является связующим звеном между обучающимся, учителем-предметником и родителями. После того, как налажена связь, после того, как проводится обучение, учитель планирует свой урок таким образом, чтобы учитывать все индивидуальные особенности наших обучающихся. Немаловажно при подготовке к уроку, при подготовке материала для ученика, учитывать шрифт в презентациях, в карточках, в тестовых заданиях, соблюдение требований к раздаточному и наглядному материалу. Необходимо учитывать психофизиологические особенности каждого ребенка. Необходимо учитывать уровень сформированных знаний у обучающегося и задания для него подготавливать согласно его возможностям. Учитывается также у нас и объем заданий. Если у обучающегося проблемы со зрением, то учитель подготавливает для него материал в виде аудиозаписи. И также через классного руководителя делает для него рассылку. Время сдачи выполненных работ обучающимися происходит по мере их готовности. Для того, чтобы понимать, происходит у нас процесс образования или нет, мы наладили обратную связь, которая представлена на слайде. Обучающийся взаимодействует с классным руководителем и воспитателем. Классный руководитель с учителем-предметником. Воспитатель, в свою очередь, взаимодействует с учителем-дефектологом. Классный руководитель и воспитатель всегда на связи с родителями обучающихся. Администрация школы взаимодействует с родителями обучающихся, с классными руководителями, воспитателями и учителями-предметниками. Каждый день подлежит контролю со стороны как классного руководителя по обучению обучающихся, так и администрации за процессом учебно-воспитательной работы. Педагогами каждый день заполняется и сдается мониторинг. Сдается он заместителю директора, который, в свою очередь, отрабатывает его, связывается с учителем и корректирует учебно-воспитательный процесс. Ежедневный контроль классными руководителями выполнения домашнего задания обучающимися. Также учет пожеланий родителей или законных представителей. Пожелания родители могут высказать лично классному руководителю, а также могут изъявить их в письме, выслав на электронную почту учреждения. Мониторинг по предмету для каждого учителя выглядит следующим образом. Учитель должен указать все, что было за день. Он указывает класс, дату, тему урока, обязательно указывает формы подачи нового материала, указывает фамилию и имя ученика, который сегодня не был охвачен обучением, и обязательно причину, по которой это произошло. Также оказывается помощь ребенку или родителям, нашим педагогам-психологам, если это необходимо. Формы работы педагога с обучающимися для себя мы выбрали следующие. Нашим детям удобно работать с учебником, атласом, картами, они у них есть под рукой. Используют при этом наши дети индивидуальные средства коррекции. Детям высылают учителя-предметники через классного руководителя презентации для работы. Также ежедневно учителя высылают ссылки на видеоуроки, индивидуальные задания на карточке, шаблоны для выполнения контрольных и практических работ, которые необходимо только лишь заполнить и выслать обратно на проверку. Также обязательно тесты, кроссворды, какие-то сообщения. Ну и проектная деятельность. Не все обучающиеся их родители владеют в совершенстве и КТ-технологиями, поэтому для таких обучающихся предусмотрено личное общение. Классный руководитель обязательно вечером связывается с обучающимся, их родителями и выясняет, как прошел учебный день. Закрепление материала и проверка знаний и работы у обучающихся происходит у них дома самостоятельно. На этом этапе дети работают над домашним заданием, выполняют его в течение того времени, которое им необходимо, и работы высылают к классному руководителю на электронную почту класса. Также у нас организована и внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность включает в себя все те занятия, которые имели дети в школе, за исключением учебных занятий. Внеурочная деятельность для детей с УВЗ в рамках дистанционных образовательных технологий включает дистанционные коррекционно-развивающие занятия педагогов с обучающимися, требующими психолого-педагогической и коррекционной поддержки, индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для детей различных категорий, виртуальные экскурсии, кружки, круглые столы, конкурсы, поисковые научные исследования. В организации проведения внеурочной деятельности дополнительного образования в системе дистанционного обучения детей с УВЗ большую роль играют воспитатели и педагоги дополнительного образования. В настоящее время ими дистанционно проводятся основные мероприятия, плановоспитательной работы школы-интерната. Общественно-патриотическое направление. На слайде представлены те направления, над которыми сейчас работают наши воспитатели. Нравственно-правовое направление. Также представлено на слайде. Воспитатели с детьми дистанционно работают вот в этом направлении. Продолжают свою работу объединения внеурочной деятельности и кружки. Все представленные кружки на слайде работали и в урочное время. Детей продолжают готовить наши педагоги дистанционно к участию в различных конкурсах, как республиканского, так и всероссийского масштаба. Организация дистанционно-коррекционно-развивающей работы также налажена у нас. Учителя коррекционного цикла высылают задания для детей воспитателям, которые закреплены за классами. Обучающиеся по желанию выполняют работу и через воспитателей возвращают обратно учителям-дефектологам. Подводя итог, хочется сказать, что для работы с детьми с УВЗ всегда нужно учитывать индивидуально дифференцированный подход к каждому обучающемуся, учитывать индивидуальные психофизиологические возможности ребенка, держать постоянную связь с родителями, законными представителями, учитывать пожелания родителей в организации учебно-воспитательного процесса, а также необходимо наладить тесную взаимосвязь между педагогом, обучающимся, воспитателем, педагогом-дефектологом и, конечно же, учителем. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok